История Передают из уст в уста, и она приобретает новое значение. Это история шотландского и ленинградского альбомов. Передают из уст в уста, и она приобретает новое значение. Передают из уст в уста, и она приобретает новое значение. Испытав на себе ужасы войны, они понимают, что только они, женщины, могут оказать моральную поддержку женщинам, которые находятся далеко-далеко. И вот они начинают обходить церковные приходы, семьи. Они начинают посещать огромный сталелитийный цех и собирать подписи, деньги, устраивать аукционы для тех, кому непременно будет хуже, чем им сейчас. Они посещают мэров городов Эйдри и Коутбриджа. Они разговаривают с их женами, и те оказывают немалую финансовую поддержку. В кратчайшие сроки они опубликовали эти письма, они оформили их в очень красивый шотландский альбом. Снарядив и облачив это в красивую зеленую традиционную клетку, украсив чертополохом, они отправляют этот альбом в далекий Советский Союз. На первом листе, на титульном листе шотландского альбома, помещены несколько символов, которые для нас олицетворяют Шотландию. И один из них — это Роберт Бёрнс. И его бессмертные строчки, которые каждый из нас с детства знает в переводе Самаила Яковлевича Маршака. «При всем при том, при всем при том, могу вам предсказать я, что будет день, когда кругом все люди станут братья». Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Подъемы единства ДимаTorzok 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 то недалёкое время, когда наше правое дело одержит полную победу. Дорогие наши союзницы, нас много, женщины — большая сила, от нас зависит ускорить эту победу. Сделаем же всё, чтобы 1942 год стал годом окончательного разгрома гитлеровских армий, годом освобождения всего человечества от кровавого кошмара, именуемого гитлеризмом. Эту трогательную историю двух альбомов я слышал, конечно же, очень давно. Прежде всего, от Маргариты Фёдоровны Мудрак, председателя Ассоциации международного сотрудничества, от коллег, от учителей, от коллег-директоров англоязычных школ, которые знали об этой истории. Но когда в 2018 году по приглашению наших друзей, партнёров, Ализабет и Том Кларк, я побывал в Глазгоу и воочию увидел и имел возможность взять в руки ленинградский альбом, тот альбом, который женщины Ленинграда послали женщинам Шотландии в знак благодарности, меня поразила эта история ещё больше. Мне подарили книгу «Dear allies», дорогие союзники, которую написала Маргарет Хендерсон. И более того, мне подарили кассету, на которой были записи театрального представления учеников Шотландии, для семей Шотландии, для их родителей, для знакомых. В этой пьесе они показали историю появления двух альбомов – шотландского альбома и ленинградского альбома. И вот я представил себе, как мало мы в Ленинграде, в Санкт-Петербурге знаем, а может быть даже и рассказываем другим, и воспитываем на этом примере будущие поколения, вот об этой истории. И тут же, прибыв домой в августе, ещё до начала учебного года, на нашем обычном педагогическом совете, а потом и на метод обеднения учителей английского языка, я поделился этой историей, вновь её рассказал тем, кто её не знал. Затем, с начала учебного года, мы начали рассказывать устами учителей, педагогов, ребятам об этой истории. И так мы всё больше и больше узнавали о том, что же произошло. Что меня больше всего поразило – это определённое забвение этой истории у нас. Особенно, когда я узнал, что жители Шотландии, в благодарность всего того, что произошло, сделали копию ленинградского альбома и подарили её Санкт-Петербургу. Когда я начал выяснять, каков же был ответ Санкт-Петербурга, получилось так, что настоящие, фоксимильные, реальные такой копии, электронные варианты были сделаны, до сих пор шотландцы не получили. Мы решили создать ситуацию, при которой большое количество людей узнало об этом. Официальные лица, не только ученики школы 207, наши коллеги, не только коллеги по ассоциации. Мои учителя, прежде всего Анна Татаринова, Юрий Булаткин, Ольга Дворецкая, английский язык, изучали эту историю. Мы делились с ней, с нашими друзьями, коллегами, официальными лицами. И таким образом мы, ученики, учителя школы, получили бесценный материал в виде электронной копии шотландского альбома. Вообще, мы в нашей 207-й, года три назад, задумались о создании новой концепции использования музея школы. И мы фактически из комнаты музейной, маленькой, которая хранит большое количество материала, вывели этот материал в пространство школы. И мы сделали в школе экспозиции, которые позволяют ученикам идти по школе и чувствовать ее историю, читая материалы, глядя на фотографии. И вы можете это увидеть. И эта концепция, она, ну, это не наше ноу-хау, она не нова, но мы ее реализовали в школе совершенно реально. Субтитры создавал DimaTorzok Вы знаете, история Веры Милютиной, она очень близка мне, потому что, ну, понятно, что я родилась в Ленинграде, а мой отец защищал этот город во время Великой Отечественной войны. Он здесь служил на Балтийском флоте, на Октябрьской революции, на Кирове и вообще на катерах боевого охранения. Он никогда не рассказывал о войне, вообще очень не любил это рассказывать, как вообще, наверное, подавляющая часть тех, кто воевал. А моя бабушка здесь была во время блокады. Поэтому история эта, ну, она такая очень близкая. История Веры Владимировны, конечно, тоже, потому что она непосредственно связана с Эрмитажем. В марте 42-го года Андрей Андреевич Проташевич, который был заместителем начальника Комитета по делам искусств Ленинграда, предложил ей и еще другим четверым художникам нарисовать ранения Эрмитажа. Получалось очень медленно, потому что нужно было пальцы отогреть, нужно было этот уголь достать. И рисовала она в основном сначала углем, потому что, и вот она говорит, что у нее еще была вот эта бумага, ее шероховатая фактура очень хорошо подходила под угля, под этот уголь. Можно было рисовать углем, и потом еще пальцем уже вытащить эту теплую вторую руку и размазать вот что-то где-то, сделать растушевку. А это она, в смысле, это ее портрет. И вот она каждое утро вставала и шла пешком от финансового вокзала, через Литейный мост. Вы представляете, какое это расстояние пешком? Даже вот для нас с вами сейчас, вот представьте, мы просто должны прогуляться до Эрмитажа пешком по набережной. А в то время, когда человек практически без сил, когда ледяной холод, и у нее в руках палка, как она говорила, палка в Ленинграде, это друг дистрофика, и вот она с этой палкой очень-очень медленно идет по этой набережной, постоянно приседая, садясь на вот эти скамейки, которые там, на вот эти вот гранитные скамейки, она пишет, что вокруг идут такие же абсолютно медленно передвигающиеся фигуры, кто-то сидит уже на снегу, просто не в силах встать, и понятно, что такого человека мог бы спасти кусочек хлеба, но где его взять? А летом началась новая работа. Ее вовлекли в совершенно замечательную другую работу, потому что ее пригласили делать альбом в ответ на альбом, который шотландские женщины послали ленинградским женщинам в Ленинград. Ленинград не был бы собой, если бы в составлении альбома не доверили настоящим мастерам, художникам, графикам, переплетчикам. Анна Петровна Остроумова-Лебедева, чьи гравюры и картины хранятся в Русском музее, возглавила эту работу. Ленинградский альбом украшают 16 ее гравюр. Ей помогала художница Вера Милютина. В 80-е годы она послала в Шотландию свои воспоминания об этой работе. Пять дней и ночей тяжелой, молчаливой работы, и наша изнеможенная, но счастливая команда закончила свое творение. Это была красивая, большая книга размером 30 на 40 сантиметров. Она была сделана профессионально. Ее страницы были изукрашены акварелью, украшены белыми и черными гравюрами. Размеры гербов СССР и Великобритании были выполнены в соответствии с цветом и пропорциями, оформлены в пышном стиле барокко. На толстую полотняную обложку альбома мы поместили великолепную русскую вышивку, которую Анна Остроумова-Лебедева выбрала из коллекционных материалов Государственного русского музея. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Для того, чтобы оформить этот альбом, были приглашены еще и художники. Прежде всего, Анна Петровна Остроумова-Лебедева, потом еще был такой художник Светлицкий, кстати, он тоже рисовал. Между прочим, он тоже связан с Эрмитажем, потому что у него есть замечательный цикл восстановления Эрмитажа в 1945-1946 году. И уже Анна Петровна пригласила Веру Владимировну Милютину. Задача Веры Владимировны Милютиной была такая довольно скромная. Она должна была просто нарисовать два флага, шотландский и советский, естественно. Ну, про советский флаг она, естественно, знала все. А чтобы нарисовать шотландский флаг, ей нужно было пойти в библиотеку Академии наук. Она пришла туда, но, к сожалению, неудачно весь этот путь был проделан, потому что то, что ей было нужно, находилось на втором этаже. А женщины были настолько... Там же тоже работали женщины, их тоже было очень мало. И они просто... у них не было сил туда пойти. Они не принесли ей материал изобразительный. Поэтому ей пришлось этот путь проделать еще раз, чтобы еще раз прийти, опять же пройти по этой набережной, опять же прийти, и, наконец-то, ей показали этот альбом, где она смогла увидеть этот шотландский флаг, зарисовать его и потом создать эту композицию, которую мы теперь все можем наблюдать. Надо вам сказать, что на Васильевском острове было очень много желтой акации. И еще вот как бы, ну, так лет... Относительно недавно, лет 40 назад, я еще помню, как эта акация росла на Большом проспекте. И как раз это самое время, когда она цветет, такие маленькие желтые цветочки, они немножко кислые, я тоже их в детстве ела. И Вера Владимировна набросилась вот на эти... И она стала есть эту акацию, потому что, вы представляете, человек ленинградский, витаминов нет, практически ничего нет. Вот этот такой невероятный рассказ, как уже про сосновые иголки, так и про эту акацию, как она с каким наслаждением, и был такой подарок за весь этот проделанный путь. Это желтая акация, маленькие цветочки, которые росли на этих кустах. Мы, несомненно, возвращаемся к ленинградскому альбому. Я, например, узнала о нем в 1971 году, когда на собрании группы школьников-гидов, которые проводил ленинградский интурист, заместитель директора одной из школ, Кира Владимировна Ингал, рассказала об истории этого альбома. Мало кто и в Ленинграде, да и в Шотландии тем более, знал об истории этих альбомов. Эта история нас заворожила. Она передала вот тот эмоциональный момент, который заключен в этом альбоме. Потому что позднее, когда я посещала Шотландию, я с главой Либористской партии, в то время в Великобритании Джоном Смитом посетила те места, где был создан альбом. Это города Эрдри и Котбридж. Сейчас они объединены районом Монклендс. И вот один из людей, организаторов этого движения, хотя в основном этот альбом был создан женщинами, но их вдохновителями в какой-то степени был мужчина Гарри Уолкер. Он был уже в то время пожилой человек, когда мы с ним встретились. Но его энтузиазм, его горящие глаза говорили о том, что все это как будто произошло вчера. И он рассказывал о том, как он и группа женщин, группы женщин из нескольких комитетов ходили на фабрики, на заводы, ходили к женщинам-домохозяйкам, ходили в церкви и говорили о том, что происходит в Ленинграде, как страдают его жители, особенно женщины. которые в этом городе жили, которые остались, многие из которых проводили своих сыновей, братьев, мужей на войну. И вы знаете, вот это тоже было побудительным поводом к тому, чтобы люди, написав письма, а это были тысячи писем, объединили бы их в этот прекрасный шотландский альбом. Немного из нас не знали, но не знали, что было бы ни о том, что в 2004, когда мы были задержаны о том, что мы были задержаны о Ленинграде, и так начали наши договоры, which resulted in a copy of the album being presented to your city in 2005. We were asked to research the places and organisations who had contributed to the Scottish album. We toured the two towns and updated photographs from the Scottish album. Since that date, we have hoped that a copy of the Scottish album would be possible. In 2005, your city received a facsimile of the Leningrad album from Glasgow City, thanks in part to the St Petersburg Forum. Since then, the story of the two albums has become much better known here in Scotland. The welcome gift of a replica Scottish album will complete our story and perpetuate our shared history. The suffering and heroism of Leningrad will not be forgotten in Scotland. I was invited to go to St Petersburg with a delegation in January 2005, where Glasgow District Council will be presented a facsimile copy of the Leningrad album to the city, the original being kept in the Mitchell Library in Glasgow. The Scottish album was presented to the women of Leningrad in 1941 from the women of Airdrie and Cote Bridge, known locally as Monklands and now North Lanarkshire, to support the women during the siege. North Lanarkshire Council arranged a community learning project, travel and tales about the albums, and the lecturer was Wilma Stark, daughter of Harry Walker, committee member of the Russian Today Society. North Lanarkshire Council and Lanarkshire Association of Burns Clubs sponsored my visit and provided numerous books and gifts, including an album from the Scottish Miners and the Air Burns Club. What a life-changing experience. From scenes like these old Scotia Springs, the highlight was meeting a Russian family who provided hospitality in their own home. The Euric family and I are like family now, as are my many friends from St Petersburg. During the trip, I became friends with Peter Pringle from Reed Care College, Paisley. We agreed to work jointly to promote the work of the albums in Scotland. Сегодня, уже в XXI веке, для нас очень важно сохранить дружеские, сердечные связи с разными народами. Но здесь, в Петербурге, мы продолжаем это делать, организовав клуб Роберта Бёрнса. Он называется «Клуб Роберта Бёрнса в Санкт-Петербурге». Среди его почётных членов есть и наши шотландские друзья. И особенно важно сказать, что среди них есть и Тома и Элизабет Клард, которые помогли всем нам увидеть ленинградский альбом сегодня и прочесть его строки. Та медаль Роберта Бёрнса, которая сейчас перед вами, — это знак дружеской поддержки от наших друзей, от одного из самых старых клубов Роберта Бёрнса в мире, клуба «Хавэф Бёрнс Клаб», который находится в Дамфризе. Она была выполнена в Шотландии и привезена нам в подарок. Народная дипломатия, общественная дипломатия или публичная дипломатия, как её принято сейчас называть, говорят очень много. И она в истории нашей страны и вообще в мировой истории очень много значит. Оттолкнёмся от альбома шикарного, красивого, очень эмоционального и действительно всколыхнувшего отношения к России и включившего в антифашистское движение, в общем, общественность Шотландии. Оттолкнёмся от этого и немножко посмотрим в историю. Это я вам просто расскажу. Это выставка, которая называлась «Города герои», она нашим обществом дружбы была организована в 1944 году в апреле в Лондоне в галерее «Вайт Чеппел» и в универмаге «Харридс», известному всем. Это тоже выставка была «Советское искусство военного времени». Это в Лондоне в 1943 году, в июле, была открыта эта фотовыставка «Советское искусство в годы войны». Вот у этого общества, у них очень много сохранилось архивных материалов военного времени. Это единственная организация, которая выпускала журнал, который называлось «Англо-советское сотрудничество». Но как бы и в годы войны тоже они продолжали публиковать вот этот журнал всё время. И выставки их были посвящены Восточному фронту. Они содействовали очень... Это вот «Города герои». Они содействовали продвижению идеи открытия Второго фронта. Это мэр Манчестера принимает письмо от госпожи Майской. Это письмо приветствия женщинам Манчестера, женщинам, которые работали на военных заводах, которые делали танки, которые тоже с помощью конвоев привозили военное снаряжение для Советского Союза. Это универмаг, ну самый шикарный универмаг Великобритании. Он самый такой, в общем, дорогой, самый богатый всегда был. И вот Харрис открыл свои двери для... Поскольку сотрудничество наше, оно антифашистское движение и сотрудничество против фашизма, оно было очень сильно в Великобритании. В сороковые годы, в военные годы. Вот такое, понимаете, вот настолько я не могу об этом не сказать, потому что вот эта выставка, она была и в Москве, и в Лондоне, и в Санкт-Петербурге. И специально была подготовлена к 65-летию победы. Вот эта выставка. Обществом культурной связи. Это общество было основано в 1924 году. В 1924 году. И многие его члены, руководители, они награждены медалями и орденами советскими и российскими. Люди известные, они проявляли большой интерес к искусству, культуре и науке именно советского времени. Поэтому это поразительно, что они были созданы сразу после заключения дипломатических наших отношений. У них очень просто потрясающий набор плакатов военного времени. Именно вот советский плакат военного времени. Они часто это выставляют, и это вот такие энтузиасты. Мало того, в 1999 году они, то есть общество, которое прошло войну практически, понимаете, связи военные, они открыли памятник, создали его, привели инициативу, открыли памятник в центре Лондона, посвященный 27 миллионов советских людей, погибших в годы Второй мировой войны. Вот я свидетель, я два раза была 9 мая там, и вы просто не представляете, как много народу, вот мне даже сейчас слезы наворачиваются на глаза, потому что, понимаете, это мало того, что советские наши, ну наши российские соотечественники, кто уехал в Англию, там бизнесмены, просто вот деятели культуры, науки, кто обосновался в Великобритании, они все приходят, многие из них приходят к этому памятнику. Даже за тысячи километров от Санкт-Петербурга в Шотландии проживают сегодня ветераны, которые совместно с советскими моряками, летчиками принимали участие в северных морских конвоях. Многие участники не вернулись из этих походов. Морские конвои призваны были доставлять столь необходимое вооружение, обмундирование, боеприпасы, продукты питания в морские порты Мурманск и Архангельск. В пользу случая я хотел бы сердечно поздравить всех участников тех боевых событий с этим знаменательным днем. В этот день, 9 мая, мы наградили целый ряд шотландских ветеранов, участников северных конвоев, юбилейной медалью 75-летия Победы. Если кто-то интересуется и, может быть, хочет вспомнить своих друзей, можете на сайте нашего генерального консульства посмотреть их фотографии. Они все находятся в золом здравии и передают большие приветы своим друзьям, с кем они в то боевое время рука об руку сражались с фашистскими захватчиками. У многих британцев есть воспоминания их отцов, дедов, которые пережили войну. Один из членов парламента Великобритании, он руководит сейчас одной из организаций, которая также является составной частью Санкт-Петербургской ассоциации международного сотрудничества, это Союз англоговорящих. Лорд Аллан Уотсон написал о своем первом детском воспоминании. «Мой отец был выдающимся проповедником и оратором». В феврале 1944 года он созвал весь персонал и детей того приюта, в котором он был директором, и рассказал о далекой стране, прокрытой снегом, о городе, который три года был в конце блокады окружен врагами. Говорил о миллионе погибших, о неизмеримом мужестве, о победе, так как блокада была снята. Очень немногие из тех, кто слушал моего отца, когда-либо слышали о Ленинграде, но они не могли не почувствовать ту страсть, с которой он говорил о нем. Это был потрясающий по значимости момент моей жизни. Мои роды были married в 1942, когда мой отец был в армии. Он скрылся на берегах Норманды, как часть начала Второй фронт. Он взял в Батле на Балле, и вернулся домой в 1946 от Олденберг, в Германии. Для нас, жители Ленинграда, несомненно, блокадная жизнь является частью и нашей жизни. Это было совсем недавно. И рядом с нами лежат письма деда, который был начальник штаба Балтийского флота. Он писал их в далекую Сибирь своей жене. Было очень страшно. Был сильнейший голод. Мой дед помогал всем, кто был и оставался в этом городе. И те, кто ныне живет вместе с нами, помнят его благодарными словами. Моя мама 22-го года рождения, мой отец 25-го года рождения. Отец прослужил всю войну молодым солдатом, новобранцем. Был на кремлевской стене с пулеметом в роте охраны Кремля. Моя мама в Крестецком районе была в истребительном батальоне. И когда я смотрел фильм «Азорь здесь тихий», я видел в этом фильме мою маму, которая была в таких же условиях, как эти молодые девчонки. Ну а то, что сам город пропитан историей, блокадой. И то, что многие родственники, которых я могу сейчас, да и не надо, наверное, перечислять, по второму, третьему кругу, причастные к нашей семье, здесь были, это однозначно. У меня бабушка здесь была, моя бабушка со своей семьей, с мамой, моей прабабушкой. Они, когда началась война, жили на Крестовском острове. Моя бабушка ходила в школу на проспекте Динамо. И первый, самый страшный вот этот вот год бабушка была здесь. Она же была ребенком, по сути, она 28-го года рождения. Но вот эти у нее такие сохранились даже машинальные движения. Если вот хлеб резали, да, она автоматически собирала каждую крошечку. Хотя, в общем-то, сколько лет прошло, и у нее это было как на уровне подсознания. И никогда она не делилась, особенно говорила, было страшно. Эти два альбома, они как связующая нить между памятью поколений. Вот такое счастье, которое мне довелось испытать, когда я делала этот альбом. Это авторская копия, можно так сказать, того самого шотландского альбома, который сделали эти мужественные женщины в годы войны и передали в блокадный Ленинград. Я книжный график по образованию, поэтому мне было очень интересно, но кроме того, это огромная ответственность сделать эту авторскую копию. Поэтому подбиралась и ткань, создавалась копия этой ткани. В ручную создавались вот эти вот шотландский цветок чертополоха и вот эти вот рукописные надписи. И с помощью шелкографии, потому что принтер не передавал вот эту вот четкость рисунков, мы сделали, мы с моим мастером, шелкографом-печатником сделали вот эти вот тексты. Постаралась я, конечно, подобрать и бумагу, такую же старую, старый ватман по цвету, и все вкладки тоже я старалась сохранить. Такими близко, такими, какими они были в этой книге. И цитаты из Роберта Бернса, и еще цитаты, которые они вклеивали. И вот эти вот тысячи, тысячи, тысячи подписей, конечно, это невероятно, как могли эти несколько человек собрать столько подписей людей, которые были душой с нами. Этот альбом поедет в паблиотеку Митчелла в Глазго. И очень радостно, что я смогла свой вклад внести в это дело памяти. И я тоже очень рада, что нашлась такая возможность сделать все подлинное. Это делалось руками женщин, да, в условиях войны, и все делалось с любовью. И мне тоже хотелось свои какие-то ответные чувства вложить в создание этой копии. Знаете, откуда выражение проходит красной нитью? Из истории судостроения в Англии 18 века, когда в каждый корабельный канат по всей длине вплетали красную нитку. Ее нельзя было ни удалить, ни выдернуть, и даже незаметное глазу она там была и отличала оснащение государственного британского флота от любого иного. История про шотландский и ленинградский альбомы еще и об этом. Последние 80 лет отношения между нашими странами колебались как маятник. Мы были союзниками, потом разделенными железным занавесом соперниками. Потепление конца 80-х сменилось противостоянием. Сегодня на новом витке истории. О существовании спасительной красной нити в жизни наших государств и народов напоминают две подлинные рукописные книги. В дни празднования 75-летия победы над фашизмом копия шотландского альбома отправляется из Санкт-Петербурга в Глазго. А значит, будет прочитано и по-своему пересказано новыми поколениями людей в Шотландии и в России. Санкт-Петербурга в Глазгоринии 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 Продолжение следует...